Александр, день добрый. Здравствуй, Андрей. Как у вас настроение? Ведь мы сейчас торгуем, можно сказать, это же закрываем кварталы полугодия. Это сегодня ты имеешь ввиду? Да. Возможно, какие-то движения, настроение, хорошее настроение. Не падаем, уже хорошо. А вообще, что сбылось в этом полугодии, что не сбылось? В полугодии, ну ты махнул, ну ничего не сбылось. Видишь, что произошло в этом полугодии у нас? Мы сходили вниз и вернулись почти на те уровни, откуда падали. Так что, не знаю, все планы, которые, если кто-то строил на этот год, то они, естественно, все, я думаю, у всех одинаково, да? Вот, поэтому, что сбылось по рынку? Да, одновременно и все сбылось, и все не сбылось. Наступила волатильность, которой не было в последнее время, это хорошо для спекулянтов, для инвесторов. Ну, в принципе, тоже неплохо, если есть какая-то диверсификация по акциям и облигациям, то тоже хорошо. Ну, сбылось у меня единственное, московская биржа выросла, скажем так. Понятно. А по поводу нефти, ожидал ли ты, что оно упадет одномоментно до 16, потом отскочит два раза? Да нет, конечно. То есть, мы подходим к тому вопросу, что по прогнозам тяжело играть, надо играть по торговым моментам, да? Ну, не знаю, почему. Я вообще не игрок по прогнозам, по торговым моментам. Я, так сказать, долгосрочный инвестор, и посему... Поэтому все время в акциях, все время в портфеле. Какие моменты? Есть моменты купить дешево что-то, покупаю, что-то фиксирую. Ну, понятно. Вам надо к спекулянтам, к спекулянтам. Я в спекуляциях не силен. Я сейчас перезвоню вам, потому что очень плохая запись пошла. Это кусок сохранится, 100%. Александр, я вам сейчас перезвонил, потому что хочу точно узнать, что будет с долларом и с акциями в втором полугодии. И поэтому нужна хорошая... Что точно узнать? Позвоните, не знаю, в Глобе или кто-то у нас предсказывает, что точно будет с акциями. Акции будут, фондовые рынки будут во втором полугодии. Отчетность по первому полугодию или по второму кварталу будет плохая везде. И я думаю, что даст возможность купить хорошие активы дешевле, чем они даже сейчас стоят. Вот что будет, мне кажется. То есть снижение еще будет. Ну, вот мы говорили про разные хорошие активы. Вот Московская биржа, например, это же хороший актив. Никто с этим, наверное, не поспорит. Монополист. Растет число клиентов. В общем, все хорошо. Единственная угроза, что фондового рынка не будет вовсе. Ну, наверное, пока представить нельзя. Поэтому вот такие активы. В принципе, и сейчас хорошие цены. Ну, это всего лишь пример. Активов хороших достаточно много. Если взглянуть на Америку, то там значительно шире ассортимент активов, чем в России хороших. То есть, я так понимаю, в втором полугодии, в конце года я буду вам звонить по скайпу, и вы будете говорить про американские акции, поскольку Московская биржа уже ударилась в Америку. Ну, Московская биржа пока не ударилась, Санкт-Петербургская ударилась. Может быть, ударится, если там регуляторы ничего такого плохого не сделают. Вроде бы там и всем инвесторам можно будет, да, без квалификации участвовать в американском рынке. Просто инвесторы текущие, которые приходят на фондовый рынок, вот новое поколение, скажем так, да, то есть, они скорее на Америку заточены. У них эти слова там Facebook и Apple, они более привычны, чем Норильский Никель и Лукойл, наверное. Ну, в общем, интервью будет у нас с вами на английском языке, только про американские акции, я так понял. Да, что надо подучить английский язык, чтобы с ихней контрой разговаривать на их языке. Ну, а вот что сейчас, говоришь, что акции Московской биржи хорошие, уже на этих ценах? Ну, знаешь, я говорил, что башнефть, акции хорошие, вот они до сих пор плохие. Поэтому то, что я говорю, нужно через себя все пропускать и через свой взгляд на рынок, так сказать, интерпретировать. Ну, да, с моей точки зрения, Московская биржа – это хорошая акция. Если будут цены ниже, она станет еще лучше. А какие… В связи с тем, что ставка у нас сейчас 4,5, да, все про дивиденды пока что забыли, но Московская биржа все-таки будет, наверное, генерить поток и дивидендную доходность в районе 6-7%, что неплохо. А вот про МТС почему вы не говорите ничего? МТС не знаю, что-то МТС как бы застряли на месте. Если они в какие-то новые сегменты будут выходить, вот там темы каких-то облачных, скажем так, технологий, да, если они ограничатся тем, что у них есть, то это просто, так сказать, хорошая история дивидендная, да, стабильная, не падающая, не растущая. Если они куда-то будут, насколько, так сказать, знаю, система всегда что-то новое, как одни из первых у нас выходят на новые рынки, развивают, да, то, наверное, будет потенциал, ну, типа Яндекса, да, может МТС в два раза вырасти, если она откроет какие-то другие сегменты, кроме вот текущего интернет-трафика там и голосовых звонков. Если у нее будут другие доходы и другие сервисы, то может вырасти в два раза. Упасть не может, скорее всего. Я сейчас не помню, у нас отсечка по «Газпрому» 15 или 16 июля? По-моему, 12-го. Надо посмотреть. Раньше 15-го, раньше 15-го. Многие говорят, что вот после отсечки «Газпрома» заканчивается, в общем, сладкий период, уже в следующем году доходов не будет, поэтому нас ожидает обвал. Надо из акций течь. Ну, я согласен, наверное, частично с этой точкой зрения, да, что вот дивидендный сезон закончится, «Газпром» последний, так сказать, тяжеловес. Ну, «Сбербанк» еще, может, на сентябрь что-нибудь там подкинет, да, и, наверное, июль, август, сентябрь рынок должен быть дешевле, чем он сейчас. Ну, «Газпрома», посмотря сроков, конечно, если на следующий год ничего не будет, что будет через два года, через три года с «Газпромом», глобально никто не знает, да, но, скорее всего, будет не так плохо, как сейчас, скорее всего. Поэтому по «Газпрому» будут возможности купить дешевле, ну, надо покупать. Про «Газпром» у меня хороший аргумент, почему его нужно держать, и он, в принципе, все это знают, да, то есть продажи в прошлом году по 200 и 220 рублей больших пакетов «Газпрома», ну, наверное, купили их не просто так, на 6 миллиардов долларов. И продали, наверное, не просто так. То есть люди, кто вложился в «Газпром», давно работающие в энергетике, они, я думаю, заработают. Присоединяйтесь к ним. Поэтому «Газпром» forever, но дешевле может быть. По поводу «Сбербанка». Ну, по поводу «Сбербанка» Герман Оскарич знает лучше меня в 10 раз, да, то есть «Газпром» в «Сбербанке» я держу в своем портфеле, это чуть ли не самые большие доли у меня, вот надеюсь их продать перед дивидендами, то есть может быть вот до середины июля, и купить потом дешевле, вот такая вот спекуляция инвесторов, скажем так. Сбербанк, ну, та же самая монополия. Если «Сбербанк» также будет какие-то другие сферы двигать, да, как Тиньков, например, да, и вот в зону, так сказать, интереса в «Яндекс», а это будет обязательно, то и «Сбербанк», в принципе, навсегда можно брать и держать. Ну, не заработают они триллион рублей в этом году, не заработают, скорее всего, ну, 500-600 миллиардов заработают. Дивидендная доходность тоже будет выше ставки депозита. Если сохранится 50-процентная выплата. Так что для инвесторов в хорошие моменты купить подешевевшие активы, ну, важно, чтобы этот актив был долгосрочный и жил, а не умер там через 2-3 года. Вот интересно, сейчас у нас миллиардер Малафеев и группа товарищей с Мосгордума решила валить Грефа, Герман Лосочко. Если Герман уходит, то что будет с «Сбербанком»? Если Герман уходит, приходит Иван. Что будет с «Сбербанком»? Ну, в моменте будет плохо, конечно. А как будет стратегически? Ну, не знаю, в зависимости, в какую сторону будет развиваться «Сбербанк». По поводу золота, что ты думаешь? Многие говорят, что сейчас акции сильно приценены, золотодывающие компании. Ну, вышла компания, как вот, Петропавловск на биржу, все равно по инерции все равно все смотрят на золотодывающие компании. Приценены они, не приценены? Ну, не знаю, я знаю, что ты большой любитель золота, мы с тобой неоднократно эту тему обсуждаем. Я в золоте совсем не специалист, и по текущим ценам золотодывающие компании покупать не хочу. Мне кажется, переоценены. Ну, и последний вопрос. У нас что-то сегодня со связью вообще мрак. Это по поводу акций электроэнергетики. Как ты относишься к покупке? Потому что акции с низкой бетой, и многие говорят, ну вот если будет коррекция, то и такие акции, как «Руселеком» или какие-то по энергетике, они могут не так его не сухнуть. Ну, скорее всего, так и будет, да. Ты прав, они с низкой бетой не будут реагировать на движение рынка. У них более-менее стабильное, так сказать, производство и выручка. Поэтому электроэнергетика в портфеле должна присутствовать. У меня есть ФСКС, и вот «Русгидро» подешевевшую я тоже чуть-чуть купил. Хотя как подешевешь? С начала года она существенно выросла, да, но 75 копеек с хаев подешевела. Электроэнергетика – защитный актив. Все с этим, наверное, согласны. Я к нему точно так же отношусь. «Руселеком» – та же самая история. Внутренние потребители, которые, в принципе, наверное, в этой сфере будут более-менее стабильны. Ой, забыл тебя. Это не рекомендует. Забыл вас спросить по поводу доллара и высказывания Грефа. О том, что 60… Да. Ну, мы видим обратный процесс. Сейчас вроде бы начался. Моя точка зрения на рубль-доллар не изменилась, что рубль будет слабеть, а доллар будет крепнуть, невзирая на то, что долларов могут напечатать огромное количество. Это, по большому счету, выгодно государству и выгодно экономическим субъектам внутри страны, которые являются, так сказать, налогоплательщиками. Поэтому в связи с тем, что еще и ЦБ может перевернуться из продавца в покупателя, да, сколько сейчас нефть уже к 42 приближается, поэтому перспективы рубля, с моей точки зрения, они не очень хорошие. Хорошо, если это будет постепенное ослабление рубля, это нормальный процесс. Если 75, хорошо, но я думаю, что может быть и 85, и 86, и 90. Но для этого должны какие-то события. На горизонте до конца года, наверное, 75. Александр, большое тебе спасибо за интересное интервью. Ничего тут интересного, спасибо вам. Я побежал. Всего хорошего. Реализовывай идеи. Я не побегу. Идеи рано реализовывать. Через два месяца, Андрей, два месяца. А, ну тогда не побежу. Ростелеком сказал, Ростелеком и энергетическую. Ну, это навсегда, да. Навсегда. Все, спасибо вам, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин